На заседании правительства Тверской области рассмотрели концепцию развития в регионе системы отдыха и оздоровления детей до 2030 года. Она должна содействовать достижению национальных целей развития, установленных президентом России, отметил губернатор. Тем продолжит Наталья Чекет. Ежегодно в регионе работает более 630 организаций отдыха и оздоровления детей. Так, за прошлый год в них отдохнуло свыше 55 тысяч детей. Чтобы это число только увеличилось, в регионе формируется концепция развития системы отдыха и оздоровления детей. В нее вошли основные принципы развития отдыха детей. Речь идет об обеспечении оздоровительного отдыха всех категорий детей, безопасности при нахождении в лагерях, а также создании условий для активизации работы по всестороннему и гармоничному развитию юных граждан. В числе стратегических задач данная концепция – это задача по воспитанию и полноценному развитию нашей молодежи. Куда включается и спорт, культура, патриотическое воспитание. Очень важно гармоничное развитие личности, потому что дети в школьный период времени – это формирование личности. Очень важно, на кого они держат равнение, с кого они берут пример. Для создания современной инфраструктуры в лагерях проводится замена окон, капитальный ремонт и работы по комплексной безопасности. Одно из главных направлений концепции – это патриотическое и творческое воспитание на основе русских народных традиций, формирование ответственного отношения к окружающей среде, развитие у подрастающего поколения интереса к науке и проектной деятельности, популяризация безопасного поведения и личностное самоопределение. Наши дети должны расти в чистоте духовной, в нравственной устойчивости, в любви и прилежании к своим родителям, старшему поколению. Они должны иметь образование хорошее, должны иметь специальность, они должны уважать человека труда, сами постепенно формировать свою трудовую карьеру. По результатам рассмотрения концепции губернаторам поставлены задачи по доработке документа с детализацией конкретных мероприятий в рамках организации летнего отдыха детей и привлекаемых для их реализации ресурсов. Продолжение следует...